Здравствуй, дорогой друг Как чувствует себя человек, оставшийся один на один со своим горем? Эти улыбчивые ребята Евгений и Ирина Мартыновы. Супружескую пару смело можно назвать творческой семьей, ведь все свое свободное время они проводят на сцене Ежегородского театра русской классики «Остров». Открытые, легкие на подъем, всегда чуткие чужим проблемам и невзгодам. С ними хочется разговаривать буквально обо всем. Такую позитивную энергию они излучают. Мы ездили в Кенишинском драмтеатре, играли. У нас у актера у одного отклеился ус во время спектакля. Зритель начал подкалывать. У вас ус отклеился. Ну, а такой эпизод как раз шел, что с этим героем, другой герой начал драться. Я говорю, оторви ему ус, ну выдери ему уже этот самый ус. Вот такой вот спектакль был. Потом зритель выходил в восторге. Весь, я не знаю, у всех животы болели от хохота, от смеха. Скромная квартира, две кошки, обычный семейный быт. Это рецепт счастья Жени и Ришки. Не хватает только детского смеха. Но полгода назад в жизнь ребят постучалась беда. Ирине поставили диагноз саркома матки. Лечение только одно – удалить пораженный орган, а вместе с ним все мечты о своих ребятишках. В жизни Мартыновых началась трудная полоса. Приемы, диагнозы, обследования, врачи, которые, как один говорили, надежды нет. Как чувствует себя человек, оставшийся один на один со своим горем? В августе 2017 года Иринка попала к врачу, женскую клинику, и ей удалили полип. Полип врачам показался странным. И они послали его на обследование к специалисту. И этот специалист сделал заключение саркома. Ну, какое-то там подразделение, я не помню, какое конкретно саркома. Но суть в том, что саркома – это не худшая форма рака, которая в России не лечится. То есть там сразу в Нижнем Новгороде предложили удалять все женские органы. Мы походили по всем инстанциям в Нижнем Новгороде. И, ну, в итоге, так как мы отказались делать операцию удаления, нам посоветовали, ну, тогда поезжайте в Москву. Может быть, там что-то вам сделают. Мы приехали, проходили в Москве обследование в двух клиниках. И в то, и в другой диагноз как бы подтвердили, но сказали, что, может быть, там ничего нет. И мы не можем вот достоверно сказать, что там конкретно что-то есть. То есть, если мы удалим, мы посмотрим и скажем, есть там что-то или нет. Нас немножко этот вопрос не устраивает. Ну, такая вот постановка вопроса. Надежда есть всегда, убеждены Мартыновы. Помощь Ирине готовы оказать в израильской клинике, которая специализируется на лечении саркомы. Но сумма, которая требуется на полный курс – 30 тысяч долларов. Просто неприподъемные деньги для ребят. Друзья, люди, мы обращаемся к вашим добрым сердцам. Вот в наш дом постучалась эта беда. Ну, нам уже очень много помогли, но пока это только одна четвертая часть того, той суммы, которая нам необходима. Просим вас оказать нам посильную помощь, кто сколько может. Команда телекомпании «Луч» убеждена – вместе мы сможем преодолеть любую трудность, рассеять даже самую темную углу. Давайте всем миром поможем Евгению и Ирине Мартыновым. Покажем им, что они не одни со своим горем. А знали ли вы, что огромное количество выражений, пословиц, слов, которые мы часто используем в речи, пришли к нам из христианства. Например, слово «куролесить», означающее вести себя странно, проказничать, говорить что-то непонятное. Одно из самых часто повторяющихся восклицаний в православном богослужении – это «Господи помилуй». По-гречески она звучит как «кирии элейсон». В отдельных частях литургии эта краткая молитва произносится много раз подряд. Заслышав, что хор поет «кирии элейсон» и не понимая этого греческого выражения, прихожане говорили друг другу «О, куролесить начали» или «Вот закуролесили». Также в русском языке существует псевдофразеологизм «дышать наладом». Люди, употребляющие это выражение, и не подозревают, что занимаются звукоподражанием стародавнего «дышать наладом». Изначальное значение этой идиомы было призвано описать состояние умирающего человека. В старину к тяжелобольному обязательно приглашали священника для совершения таинства соборования. Богослужение сопровождалось скаждением ладана. Часто по дыму от благовония определяли, дышит ли больной. Отсюда и пошло выражение «дышать наладом». Другой фразеологизм, пришедший к нам из христианства – «одним миром мазаны». Так говорят о людях, которых объединяет одна общая черта или цель. Мира – это специально приготовленное и освещенное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. Таким образом, в старину на Руси выражение «одним миром мазаны» означало «мы одной веры». Огромное количество фразеологизмов пришло к нам из священного писания. На данный момент в русском языке их насчитывается около двухсот. Известное выражение «не от мира сего» упоминается в Евангелии от Иоанна. На вопрос Пилата ко Христу «он ли царь иудейский?» Иисус отвечает «царствие мое не от мира сего». В современном русском языке этот оборот означает человека, отрешенного от реальности, не приспособленного к жизни, мечтателя. В Нагорной проповеди встречается также и выражение «левая рука не знает, что делает правая», что символизирует «тайную милостыню». Правда, теперь этот фразеологизм употребляется, когда хотят подчеркнуть чью-нибудь нелогичность в действиях. Слово сочетание «меньшие братья», согласно словам Христа, долгое время обозначало людей низкого социального статуса. Но сегодня, благодаря Сергею Есенину, написавшему известные строки «И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», этот образ означает животных, за которых человек несет ответственность. Таким образом, слова и выражения, заимствованные в христианстве, являются подчас незримым составляющим родного языка и неотъемлемой частью истории русского народа. Редактор субтитров А.Семкин